друзья всем привет на канале psn travel сегодня у нас в гостях постоянная туристка алла рубеновна и сегодня она поделится с вами опытом своих путешествий поэтому не забывайте подписываться на наш канал psn travel ю тубе жмите на колокольчик чтобы получать все новые видео с актуальной информацией как отдыхают наши туристы и чтобы услышать их не опыт и рекомендации и так давайте проведем небольшое интервью и вы расскажете и поделитесь своим опытом отдыха за границей и предлагаю начать с такого вопроса как с чего вы чего все началось и откуда появилось желание попробовать что такое отдых за границей случайно увидела я в интернете объявление скидка на тур в турцию и номер телефона я позвонила по этому номеру мне сказали да приходите да это действительно так я пришла на фирму ты поехали с нами в харькове вот мне рассказали что это за тур все и я поехала где-то в начале мая я поехала в турцию трехзвездочный отель он такой небольшой мне понравился отдых за границей конечно меня очень обрадовал и сервис и все мне очень понравилось чтобы она так вот структурно было и туристам было понятно как все происходило и в каком это алгоритме все было поэтому хочу сразу задать следующий вопрос вот как вы выбирали фирму через который вы отправитесь на отдых за границей по каким критериям не по каким критериям я не выбирала просто был вот было вот это сообщение я пришла вот первый раз именно на эту фирму с которой я уже много лет поездки за границу да то есть я не выбирала ничего так получилось получилось очень довольна очень довольна прекрасно все я всегда оформляю ранее бронирование и в турцию в египет ну вот я была и там и там еще раз немножко перебью тогда давайте вот хотел бы такой вот получить ответ как так получилось что за год за 365 календарных дней вы четыре раза побывали за границей и что у вас вызвало такое желание и накладно ли это нет это не накладно потому что это тур и в рассрочку это очень удобно вносишь 30 процентов стоимости тура остальное выплачиваешь поэтому как-то так ну первые два тура как-то я заплатила сполна а два других я конечно уже в рассрочку нет не накладно если в рассрочку очень удобно очень и я советую вам вот так вот съездить потому что вы платите первый взнос а потом выплачиваете 6 месяцев очень даже нормально очень даже удобно а еще вопрос что вызвало такое выживание потому что реально как бы в среднем все наши туристы путешествуют отдыхают за границей два раза в год а вы аж четыре раза получилось потому что я на пенсии потому что у меня есть такая возможность ездить я не хочу себе ни в чем отказывать мне за границей нравится очень какое направление вам понравилось больше турция или египет и почему вы знаете я хочу сказать что в этих направлениях что то есть лучше что то есть хуже но они в общем-то хорошо и там и там мне понравилось и там и там а в турции конечно природа красивее чем в египте а в египте кораллы ну это самое уникальное вот это вот подводное плавание смазкой коралл в красном море очень интересно такие красивые рыбы и вообще очень красиво плавать вы умеете нет я не умею к сожалению но но ничего но тем не менее у вас все тем не менее тем не менее жевание утонуло да я понял но все-таки вот может быть по сервису чем отличается турция египта по сервису примеру вы знаете в разных отелях все по-разному где-то лучше где-то хуже конечно я была и в трех и в четырех и в пяти ну как вам сказать конечно в пяти лучше сервис но в четырех смотря в каких там тоже хорошо но мне понравилось даже в трех очень понравилось она как-то находится среди частного сектора и как-то вот чувствую что ты как-то за городом но я вам скажу египет конечно что хорошо египет это круглый год а турция конечно только с мая потому что вода холодная в мае начале мая вода все-таки холодная а вот я была корал бич в декабре в прошлом году в египте так там бассейн с подогревом вот и вода очень теплая очень теплая в море кораллы каши бесподобные рыбы и красивые рыбы и питание питание а питание где интереснее турции или египте вы знаете смотря в каком отеле трехзвездочном немножко скромнее пятизвездочном конечно разнообразная и в четырехзвездочном поскольку я человек такой что дадут то им меня как-то это особо не напрягало мне главное чтобы у кофе и булочки ну и там и там по моему этого есть если там и там до выпечка очень хорошая в коралл бич в египте очень хорошая а вот такой вот вопрос если это все сравнить с отдыхом в украине как вы можете объяснить да никак да никак никак я это не могу объяснить потому что это совершенно не то это сервис не тут я была под херсоном в доме отдыха я вам скажу условия проживания плохие питание отвратительное нет нет никакого при соотношении стоимости ну тогда были цены другие они скажут меня меняются но меня когда вы летали будут по соотношению дешевле конечно украине не бывает я очень люблю крым я каждый год туда ездил но теперь увы надеемся что еще надеемся да 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 надеемся надеемся да конечно крым это вообще это что-то это что-то и особенно мне понравилось евпатории мне очень понравилось вот такой вот вопрос тратите ли вы деньги на отдыхе на что вы тратите посещаете ли экскурсии и сколько в среднем да какие экскурсии так особо меня не интересуют я как-то трачу 200 долларов в основном вот конечно в турции там кожа кожаная обувь конечно там намного дешевле чем здесь а в египте как-то больше сувениры вот ну и вот это вот посещение этих посещение торговых центров вот это конечно интересно а и допустим если бы вот не посещали там сувениры и тому подобное были были у вас расходы вообще просто если бы не посещали ничего ничего не покупали вот ну сувениры то что является как бы поза рамками вашего отдыха вот скажите были бы еще какие-то растраты нет 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 в основном я стараюсь купить себе то чего нет здесь ну то есть это больше не связано с отдыхом а так да я люблю шопинг это шопинг вот шопинг я люблю шопинг я люблю эти мелкие лавочки я люблю торговаться и потом мне очень нравится в турции вот этот вот ночной базар где вот этот очень красивый храм мусульманский там очень красиво очень ну вот каждая страна хороша по-своему я знаю две страны в европе потому что германия и венгрии мы там с мужем служили но это европа это конечно одно а мусульманские страны это совсем другое давайте перейдем к следующему вопросу вы отдыхали в трех четырех пятизвездочных отелях вот в чем разница и как вы выбираете гостиницы для своего отдыха я выбираю гостиницы вообще-то по стоимости потому что сами понимаете цены разные трех четырех и пяти конечно они очень отличаются и по ценам рисую по питанию ну все равно допустим вы были в трех звездах как у вас осталось положительное впечатление положительное 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 я же гулять их неприхотливый я довольствую с тем что есть я знаю что у голодные я не останусь ну конечно пятизвездочные конечно это лучше вы были в одной гостинице раньше она называлась сонесто бич пять звезд вот как вот если ее сравнить с коралл бич тиран 4 звезды значит коралл бич тиран 4 звезды гораздо лучше потому что там она гостиница которая там очень красивая территория ничего не хочу сказать очень красивая территория но но мне не понравилось то что раздача блюд проходит на улице ну смысле на территории потому что жарко а ну вот это вот это и я бы не сказала что там уж так хорошо уж 5 звезд это никак не 5 звезд и пляж такой не очень маленький пляж все-таки для такой для такой гостиницы но условия хорошее проживание сами корпуса неплохо а питание не получается что вот коралл бич 4 звезды гораздо лучше мне там очень нравится то что там ресторане посреди ресторана фонтан мне это очень нравится вокруг столики и вода вот это журчит и какая-то такая обстановка такая нет мне там понравилось больше коралл бич 4 звезды мне понравилось больше я хочу туда да да туда но я была конечно в ларисе в текерово под кимером пятизвездочном отеле так повезло получилось так что два дня я конечно была в восторге но там сейчас высокая цена поэтому я взяла египет там пониже ну да гипят всегда чуть чуть пониже тенденции но я надеюсь что все таки все таки может быть осенью в начале осени все таки я пойду ларису принцесс в турции могут быть какие-то непредвиденные ситуации что цены рассяжут потому что были такие ситуации в четырнадцатом году были были ситуации с сложной сложным положением турции цены просаживались это все реально потому что все зависит от обстановки будет возможность поеду а вот такой вопрос вот некоторые гостиницы в которых вы отдыхали были не на первой линии как вы этом относитесь и есть ли необходимость первой линии нет необходимости нет я считаю что прогулки они просто нужны потому что ходить но там же одно удовольствие далеко ходить вот ну смотря какая гостиница как-то так получалось что обычно вторая линия ну это турция очень даже хорошо очень даже хорошо уроки все где-то пол километра по моему это не страшно это не страшно для меня это не страшно я люблю ходить пешком пешком ходить надо вот а в турции по вечерам вот это вот в кемере я туда-сюда из конца в конец по этой главной торговой улице гуляла вечером ездят прогуляться торговая улица интересная большая нет я говорю что в каждой стране хорошо по-своему что в египте хорошо то что это круглый год лето это египет он на египет и семейного лично да вот такой вопрос знаете ли вы английский есть ли необходимость в знании иностранного языка для отдыха в турции или в египте нет они прекрасно говорят по-русски но я хорошо знаю немецкий но она немецком там никто ничего не спрашивает английского я не знаю то есть никаких трудностей нет абсолютно нет они прекрасно владеют прекрасно владеют они русским языком и когда поедете в египет не пожалеете купите шоколад в плитках они очень это любят очень носильщик который будет заносить ваши вещи там кто убирает у вас номере на ресепшен угостить я например угощаю и в турции в египте угощаю потому что здесь у нас этого полно а вот у них вот все-таки не такой у нас лучше у них свои особенности у нас нет просто наш шоколад вкуснее наш шоколад вкуснее вот такой вопрос смотрите почему вы в основном путешествуете 1 и сложно ли это я понимаете я люблю путешествовать одна я не хочу никого с кого постраиваться не хочу ни от кого зависит мне одно и хорошо да мне выходит это немножко дороже могу себе это позволить я могу материально я не нуждаюсь поэтому я могу себе позволить друзья хочу объяснить почему выше выходит потому что когда все в основном все номера рассчитаны на двоих человек соответственно вот если мы берем стоимость 1000 долларов на двоих то грубо говоря пополам это получается по 500 долларов на человека но если один человек будет отправляться тур полнопакетный тур то стоимость для него примерно будет это условно говоря составлять там 750 долларов они 500 долларов как 1000 пополам тут потому что человек этот турист будет занимать номер который могут занять два человека из-за этого существует вот такая тенденция стоимость да это называется стоимость койко место или стоимость номера да я люблю быть одна я не хочу чтобы мне кто-то мешал так люблю сложно ли самому путешествовать не сложно все же оплачено тебя в аэропорт и приезжаешь самолет ты садишься там тебя встречают трансфер до отеля потом накануне отъезда обязательно нужно посмотреть дату вы посмотреть время вылета потому что бывает также смещение как было в этом году значит в этом в октябре потому что значит мы должны были улететь 26 днем а улетели 25 в 11 вечера перенесли полетную программу мышь в курсе мы смотрим вот поэтому нет нет не сложно нет не бойтесь не бойтесь путешествовать если есть возможность ну таким вот женщинам или мужчинам кстати одиноких много путешествий много да много потому что от своей семьи устаешь и и и хорошо просто там ни о чем не думаешь то есть ты на 7 дней выключаешься от этой всех от этих всех мыслей отключаешься не думаешь не о питании ни о чем ты отдыхаешь полной мере купаешься загораешь ходишь отдыхаешь да я считаю что семь дней ну надо себе позволить ну это действительно нужно сделать перезагрузку в жизни нужно делать перезагрузку это обязательно потому что постоянная монотонность она не привозит положительным результатом жизни вот значит смотрите а почему вы все ваши поездки на отдых в основном управляете по раннему бронированию по раннему бронированию это же идет скидка причем хорошая и потом я же плачу 30 процентов стоимости а потом рассрочку шесть месяцев потом и по раннему бронированию я имею право выбора вот горящие туры это в основном то что ну такое но не очень хорошая а здесь я заранее бронирую я выбираю то что я хочу я смотрю на цены я смотрю по компьютеру территорию номера полноценно можете выбрать гостиницу и если вдруг что-то не состоится я знаю чтобы не вернуть деньги если выбрать и подойти полностью правильно к оформлению тура то действительно как бы да но иногда иногда если выбрать неправильно оператора то могут быть и отрицательные результаты мы конечно следим за всеми трендами рынка за тем какая обстановка какое положение в оператором тем не менее все равно есть такие моменты которые ну они закрыты от глаз и агента и туристов ну поехали с нами в этом есть свое преимущество потому что и только поехали с нами имеет такую услугу как гарантию от банкротства оператора и при оформлении данной услуги туристы могут абсолютно быть спокойными от того что с оператором что-то произойдет он обанкротится либо приостановить свою деятельность а если он это сделает то турист не получит ни отдыха не денег поехали с вами это услуга есть и туристы могут пользоваться этой услугой до подтверждаю слова потому что сталкивалась такой ситуации не все вернули а какие бы вы страны вот хотели посетить в будущем арабские эмираты а почему но это восьмое чудо света это что-то необычное такое ну вот это сказка конечно хотелось бы ну посмотрим посмотрим как она будет что будет вот посмотрим потому что но как-то сейчас загадывать наперед не имеет смысла вот я никогда не думаю вот и что-то хорошее попалось я сразу беру потому что знаю что потом будет буду жалеть будет возможность конечно поеду обязательно хочу восьмое чудо света это действительно фантастическое это его же называют да конечно там конечно просто просто сказка сказка но она еще не может рассказать потому что он там не было полноценно что это но когда она побывает она расскажет и всем вам друзья что же такое объединенные арабские эмираты что такое дубай и что же можно там увидеть и как это все выглядит да в турции в египте и в основном я предпочитаю пляжный отдых а вот в арабских эмиратах конечно там экскурсии если там этого ничего не видеть то зачем же там лежать на пляже там действительно надо увидеть много я хочу чтобы моя дочь помогла мне в этом она прекрасно знает английский я конечно не знаю но ничего будем надеяться что все таки мы с ней поедем на самом деле в арабских эмиратах это будет активный отдых и вот действительно там али рубена мне понадобится помощник помощник который будет свободно разговаривать на английском языке который свободно может ориентироваться в этом мегаполисе и благодаря которому ей будет комфортно там находиться и она увидит все достопримечательности этой интересной страны там очень интересные экскурсии очень и напоследок друзья хочу такой вопрос задать али рубена какие бы рекомендации вы бы дали туристам чтобы отдых всегда складывался только положительно и были только положительные эмоции я считаю что во первых первое это правильное оформление фирме который вы доверяете это непременное условие потому что действительно что деньги вернуть если вдруг что-то не получится вот ну и я же не знаю предпочтение конечно летом в египте очень жарко не каждый сможет особенно сердечники поэтому как-то туда же можно ездить и зимой и летом и весной как правило в египте цены ниже они же конечно намного ниже да мы летом ниже по сравнению с турцией конечно но турция конечно очень красивая что сказать очень ну я например от этого даже вида турции получаю удовольствие когда еду по дороге с аэропорта в аэропорт вот и когда мы в текерово ехали из кемер мне очень понравилось тоже ну похоже на крым да похоже но очень красиво конечно а в египте но там красиво на территории отеля благоустроено все а так конечно песок но я выросла в те края где в средней азии где общем-то мне такой пейзаж знаком поэтому меняет не напрягает хорошо вот какие бы вы дали рекомендации по выбору гостиницы в турции на что обращать внимание ну конечно конечно если у вас есть деньги конечно пятизвездочный отель это очень хорошо ну 4 звезды тоже хорошо как урал бич мне очень сейчас немножко за турцию говорим давайте по турции а потом по египту подскажите конкретно конечно да конечно лучше 5 звезд нет есть и три звезды неплохой вот а британия он неплохой в кемере отель городского типа он такой домашний вы знаете там очень хорошие отношения вот какой-то семейная как раз это было 9 мая когда я была первый раз турции в британии центре кемера хозяин пришел и поздравил нас днем победы и сказал всем налить вина да всем налить вина мы должны выпить за вашу победу он кстати женат на русской двое детей у него вот очень хорошо говорить на русском языке я вот это когда была в кемере я навещала там привезла им гостиницы такое меня очень хорошо приняли но уже был конец сезона народу было очень мало но тем не менее какая-то сердечность вот присутствует трехзвездочный отель очень хороший повар там очень хорошо готовит но я считаю что вы понимаете вот ну как вот как мы дома едим так и там очень хорошо никаких тебе там изысков конечно нет да не нужны обычная нормальная пища вот значит порции там тебя не ограничивать если ты не наелся попросил тебе еще дадут горячего в этом плане да у сбритания именно в британии самом центре кемера и начинается торговая улица длинная вот это из конца в конец вот это одни магазины и там еще очень красивый костел какой-то там чего-то это ну кемер дал неплохой такой город нет мне нравится уютный а какие можно когда дать рекомендации по выбору гостиницы в египте шарм-эль-шехи шарм-эль-шехи ну вот мне понравился курал бич мне очень понравился конечно пять звезд они дорогие когда мы попросились раньше как он назывался этот вот это за место а сонести который не 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 это самое мы про египет говорим сейчас про египет а рядом рядом скоро убить чем султан ли гранд ротана 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 значит мы рядом он был вот этот ротана мы попросились просто посмотреть вы знаете когда мы туда вошли конечно я была поражена той красотой которая там была там такой красивый ландшафтный дизайн такое все красивое просто и вы знаете и это декабрь месяц и такое впечатление что ты перенес из зимы в лето очень красивый конечно ну очень дорогой да там бюджет совсем другой там очень красиво очень красиво который было но это действительно стоит соответственно я была очень приличная гостиница мне например очень понравилось но там конечно в ротане конечно очень красиво но она дорогая 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 если есть деньги ну почему если есть конечно никто пенсионеры тоже как-то так но тем не менее да я позволяю себе вот такое вот поехать потому что потому что я получаю это удовольствие зимой вы отдыхали видите как вам условия погода погода прекрасная вода теплая бассейн с подогревом то есть дискомфорта нет абсолютно никакого единственное только что темнело рано темнело рано поэтому лучше конечно доехать в апрель когда день длинный немножко длиннее да да конечно да но там очень хорошо я бы хотел еще раз туда туда поехать и в ларису принцесс в турции вот куда я хочу в два месяца хочу сразу сказать за зиму все таки было зимой да действительно было все тепло но эта погода эта погода которая не зависит от человека от приборов и действительно погода она немножко непредсказуем поэтому в основном да в египте тепло но тем не менее все может быть погода еще такой вопрос вот вы вылетали и из харькова и из киева сложно ли вылет из киева ну как вам сказать я в киеве просто очень далеко аэропорт а здесь как-то рядом всем по-домашнему приехал с харькова конечно удобно ну если есть у них программа вылета с киева бывает такой выгоднее иногда гораздо выгоднее вылететь из киева на отдых что съездить киев туда и назад это получится копейки по сравнению с разницей стоимостью но дело в том что когда из жары прилетела в прошлом году в киев а там мела метель меня это совсем не обрадовала конечно такая метель что дороги заметала еле-еле автобус ехал сквозь эту метель ну тем не менее ну что ж так был вывез киева хорошо еще такой вопрос смотрите в аэропортах сложно ли вам ориентироваться нет не сложно абсолютно не сложно там все понятно а что мне не ясно там есть это самое справочная я могу подойти и узнать а были ли у вас такие ситуации что вы обращались в справочную нет там все понятно то есть никаких сложно не потому что я там уже было несколько раз даже если первый раз первый раз я не знаю уже не помните наверно да я просто не помню но как-то я хорошо ориентируюсь слава богу но сложности никаких нет никаких не там не там я очень хорошо знаю аэропорт в анталии он большой но я его знаю а в это самое в египте он маленький там и знать нечего бога куполообразный да как вот тяжело ли переносить перелет я переношу прекрасно то есть нет абсолютно нет я прекрасно переношу а я очень плохо переносила вот эти с пропеллерами вот эти вот который был ил-18 я понял эти я плохо переношу а вот эти хорошо то есть абсолютно нет абсолютно никакого дискомфорта нету нет а страх какой то есть меня нет а чего бояться нет мы действительно потому что самолеты проходят тщательно да мне просто за жизнь свою приходилось много летать из москвы самарканд и в ташкент и туда и я как-то привыкла ну и плюс еще один такой важный момент аллор беннона никогда не выбирает самолеты которые наверное у них будет действительно страшно лететь то есть есть вариант допустим взять чуть чуть пониже ту самолетом которого будет ну он будет не совсем новый даже больше старый и действительно на нем могут быть дискомфорт какой-то и плюс быть какие-то страхи аллор беннона на этих самолетах и летал она и просто не выбирает поэтому наверное так вот может просто мне везло нет вы просто их не выбирали то есть их можно было выбрать там будет в разница каких-то там 20 там еще чего-то долларов но это лучше не трогать это лучше не трогать я только провис имею дело с проверенными перевозчиками поэтому действительно у аллор беннона нет никаких страхов у меня вообще никогда нет страха перед самолетами я больше люблю поезда но поиск турцию не поедет да туда немножко можно проложить по-другому на автобусе но это другой разговор и не совсем это будет комфортно потому что больше дорога займете на чем что-то отдых да это правда с харькова конечно удобнее вылетать чем с киевом потому что с вокзала в этот аэропорт ехать ну и я не очень люблю киев но он конечно больше нужно больше активнее поэтому действительно когда здесь сел харькове буквально на такси если в умеренных рамках то действительно как бы можно рассмотреть вот иногда просто бывает что гораздо гораздо существеннее будет стоимость доступны друзья вот вот такой вот отзыв нашей туристы аллор беннона и опыт путешествий я думаю она еще не одну страну не раз да да не постараемся в этом помочь алиру бенны чтобы было все комфортно как она любит и были в нее только положительные впечатления от ее путешествий спасибо вам большое что поделились своим опытом друзья ну вот приеду оттуда я поделюсь еще конечно еще раз в апреле в апреле в турцию ой в египет в египет оговорилась просто мне очень понравился в турции пятизвездочный отель и я до сих пор его помню и ну хорошо помню действительно как бы есть что запомнить хорошо что и самое главное что путешествие и отдых и такие эмоции это то богатство которое у вас нет и нет ни государства не любой другой человек да как я всегда шучу и говорю перед смертью будь что вспомнить вот так вот выглядят путешествие наши поэтому друзья подписывайтесь на канал psn travel жмите на красную кнопочку под этим видео чтобы знать все важные моменты и опыт путешествий и отдыха наших туристов реальный опыт наших туристов и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы получать уведомления с новым видео на нашем канале psn travel поэтому всем спасибо за внимание всем отличного настроения и только положительных путешествий до новых встреч на канале psn travel пока пока до свидания с новым годом наступающим пока пока